МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Осипов, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет со 2 по 5 июня. Стоимость посещения для одного человека от 840 тысяч рублей до 960 без учета проживания и перелетов. После материала телеканала ЗАП-ТВ о ненадлежащих условиях проживания женщины-инвалида, следственные органы организовали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Забайкальскому краю. По данным СМИ, одинокая женщина, инвалид первой группы, живет в квартире в условиях, представляющих опасность для жизни. Квартира женщины нуждается в ремонте, а из-за несправной электропроводки жительница подвергалась ударам током. Неоднократное обращение к властям результата не принесли. Помощи женщина не дождалась, говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев сообщил в своем телеграм-канале, что запрет посещения лесов, действующий до 31 мая, не будет продлеваться дальше. Вице-премьер краевого правительства поблагодарил всех, кто отнесся с пониманием и соблюдал введенные ограничения. Также он попросил соблюдать меры безопасности, не мусорить и беречь природу. По постановлению губернатора края Александра Осипова, с 20 апреля по 10 мая был закрыт доступ в лес из-за опасности лесных пожаров. Позже запрет продлили до 31 мая. Заслуженный мастер спорта подзюдо, экс-депутат Госдумы от Красноярского края Дмитрий Носов накануне заявил о своем намерении участвовать в предстоящих выборах в Госдуму от Забайкальского края. С его слов, по выдвижению ему сделали предложение четыре партии «Справедливая Россия», «КПРФ», «Новые люди» и «Зеленые». Решение о том, от какой партии Носов будет выдвигаться, он не озвучил. Предварительно Носов решил пойти по Даурскому одномандатному округу.